Алло, Люся, это я. Я в больницу попал, у них места нет, меня положили в родильное отделение. Вчера врач приходил, сказал, что я скоро рожу. Я сказал, что я ногу вывихну, но он сказал, что это не помешает. И чтобы я успокоился, предложил мне считать до тысячи. Алло, Люся, я уже до трёх миллионов досчитал, а всё равно боюсь. Нет, Люся, УЗИ у них нет, они определяют так. Если кому-то сестра хозяйка выдает синих, а у вас будет мальчик. Если розовая девочка. У меня зелёный, Люся. Сегодня утром обход был, врач посмотрел мою грудь и сказал, что мне будет трудно кормить ребёнка. Нет, Люся, он нормальный, сказал рождественным, чтобы они брали с меня пример. Потому что я не курю, и ко мне мужики на свидание не приходят. А то придут, орут под окнами. Вчера один орёт, Таня, Таня. Ну я выгляну и говорю, что тебе? Он, Люся, в лице изменился, белый стал. Кричит, что вы там делаете? Я говорю, лежу. Он говорит, Таня, я говорю, она рядом. Но встать не может, проще, чтобы вы ей принесли сок, а то вы так нервничаете, что сок себе оставили, а ей передали бутылку. Он говорит, так пусть она её обратно отдаст. Я говорю, как она тебе обратно отдаст, если я её уже выпил? Эти мужики, Люся, они вообще ничего не понимают. Одному говорят, за второго ребёнка дают 250 тысяч, а вас пока один. Он говорит, у меня на стороне ещё три. А другой каждый день приносит цветы. Я говорю, что твоя жена лошадь, чтобы травой питаться? Ты что, хочешь, у тебя же ребёнок родился? Он говорит, ну ведь вас же там кормят. Я говорю, если мы будем есть только то, что нам дают, мы вообще никогда не родим. А вчера студенты на практику приходили. Учатся на акушеров из стран Африки. Женщины попрятались, так профессор на мне показывал. Тыкал в живот указки и объяснял, как расположен плод. Сказал, что ему очень понравилось, и следующая тема занятий – предрыдовые схватки. Глава врач тоже ничего не понимает. Потрогал меня ниже спины и говорит, беременность притыкает нормально. Я говорю, вы же не там щупаете, я на животе лежу. Он говорит, почему на животе? Я говорю, сестра хотела сделать укол, сказала, ложись на живот и ушла за шприцем. На первый этаж соседнего корпуса. А я лежу, а зачем мне лежать на сохранении? Что, мне вылезть сохранять, что ли? Глава врач говорит, возможно, я потрогаю не там, но не надо так нервничать. Это может плохо отразиться на ребёнке. Я говорю, как может плохо отразиться, если он сейчас в школе, в пятом классе. Врач говорит, может получить двойку, а у зимы вам всё-таки сделаем. Нам этот аппарат обещали в следующем году привезти. Я говорю, что ж я у вас буду целый год лежать? Он говорит, не волнуйтесь, как только родить, через три дня выпишем. Алло, Люсь, так мне что делать? Рожать? А если я не смогу? Ты поможешь. Ну ладно, я тебе потом позвоню. Мы пойдём в гости к интеллигентным людям, поэтому говорим только про погоду. Я говорю, понял. Только пришли, я говорю, погода сегодня хорошая. Хозяин говорит, чё ж хорошего, дождь. Я говорю, ну и что, в любую погоду приятно выпить. Хозяин говорит, вы на машине? Я говорю, я когда в гости иду, машину оставляю, чтобы пьяным за руль не садиться. Зина толкает в бок, шепчет про погоду. Я говорю, особенно в плохую погоду, потому что от вина я обалдею. Хозяин говорит, давайте поговорим о чём-нибудь приятном. Я говорю, согласен, Таняк намного приятнее. Зина шепчет про погоду, идиот. Я говорю, ну это смотря в какую погоду, если на улице мороз, нет ничего, лучше водки. Хозяин говорит, давайте поговорим о литературе. Я говорю, я литературу люблю. Сядешь в кресло, откроешь книгу, рядом пару пивка поставишь. А лучше дюжину, чтобы в два раза не ходить. Зина с твоей зубы шепчет, сволочь, про погоду. Я говорю, а если пойду, это ветер, и начнётся гроза, нет ничего, лучше Рома. Тут в комнату вошёл мальчик. Хозяин говорит, познакомься, это наш сын Коля, ему 6 лет. Я говорю, в его возрасте я ещё не пил. Попробовал всеми, сразу шампанское. Мальчик говорит, мам, дай шампанское. Она говорит, иди погуляй, пока мы с дядей беседуем. Я говорю, беседую, не беседую, а лучше нашей столичной нет. Хозяин говорит, интеллигентно, а как вам американское кино? Я говорю, никакой фантазии, только виски содовые со льдом. А в нашем селёдочка под шубой, холодец хрена, малосольные огурчики. Зина мне на ногу наступила, и гром говорит, дождик сегодня грибной. Я говорю, а грибы вообще первая закуска? Солёный опят, это под холодную водочку. Зина кричит, кроме опят, есть ещё белые подберёзовики. Я говорю, эти пожарите под сухое. Хозяин на огне на ногу, а я люблю рыбалку. И он говорит, кто ж спорит, по духу я вообще могу литр выпить. А если не хватит, можем в деревню за самогоном сходить. Хозяин кричит, охоту люблю. Я говорю, а кто ж не любит? Мы однажды выпили, и два часа каба нагнали. А потом оказалось, что это охотный инспектор. Хозяин говорит, в шахматы люблю играть. Я говорю, я тоже. Главное, не пить много пива, а то приходит часто от доски отходить. Хозяин говорит, я хотел вам показать подарок, который мне сделал муж. Я говорю, что же вы молчали, его надо обмыть. Вот мы обмыли женец в поги 20 лет назад, а она их до сих пор носит. Жена схватила меня за руку и подошла к выходу. Рад познакомиться был, кричу я. Жаль, только погода плохая, а то пошли бы куда-нибудь, выпили. На улице жена сказала гневно, я спросил, говорит, только про погоду. Я говорю, я ей говорил, только у них, судя по всему, другие интересы. Спасибо. Помнилось, смирно. Иванов, что ты сказал? Ах, это у тебя в животе бурчит? Сами на левый фланг ты меня заглушаешь. Распустились. Рядовой Мухабаев залез на березу, вместе с ней упал на казарму. Я вот спрашиваю, ты что, птичка? Он говорит, меня дед Кузыкин заставил залезть, посмотреть, далеко ли дембель. Распустились. Рядовой Брадаков соорудил себе такой дембельский мундир, что майор испугался, думал, маршал идет. Ну, я понимаю, шелксельбанка на грудину, на штанах, зачем? А рядовой Пахмелкин, наоборот, ходит в разных сападах. Один резина, другой без подметки. Я спрашиваю, почему? Он говорит, что враг боялся. А сам боится уколы делать. Вчера фельдшер только взял шприцы, у него штаны от страха упали. Кстати, под штанами должны быть трусы, а у него колготки. Распустились. Рядовой раздалбай, письмо от невесты получил. Она в Москве на проститутку учится. Присылал фотку, стоять на фоне Кремля голая. Раздалбай в пене, знает, жениться или нет. Нехорошо, когда жена больше получает. Распустились. Ищут долдыри, но он Новый год встречает. Оказывается, ровный год, как его призвали. Он, конечно, радует, потому что если его не призвали на два года, его посадили на три. Рядовой Самсонов на учениях пошел в разведку за языком, а вернулся за бутылкой. И доказывал, что на этике вражеский шифр, который он разгадает, если выпьет. Я разрешил, он выпил и расшифровал, что написано мало. Дефрейтор иголки расставил вчера мин, а перед этим понюхал портянку и до сих пор не помню, где эти мин стоят. А нашему капитану сейчас не до нас. Он дома посадил в цветочных горшках картошку, теперь окучивает. Раньше он на улицу сажал, но кто-то из вас выкапывал. А у него трое детей. Младший самый хитрый. Позвонил в офицерскую столовую, что там заложена бомба, и пока ее искали, он без сахара съел. Два куска. Распустились. Рядовой из Забубенов, поставленный часовым у танка, провел танк. Причем вместе со спящим механиком-водителем. Который, узнав, в чем дело, отказался возвращаться в свою часть и требовал за себя выкуп. Сто тысяч долларов или пачку сигарет. Но он согласился на коробок спичек. Вы хотите курить, а у начальника военторга своей проблемы. Он на своем мерседесе краской написал «Москвич», военная прокуратура не придорвалась, а жулики угнали. Распустились. Еще и Ремина и Гулькина, они дачу генералу устроят. Он им сказал, что это не дача, а блиндаш повышенной комфортности. Но это пусть строят, в случае войны ему будет хоть что-то защищать. И еще, тех двух путан, которых вы прячете в бане, что завтра же не было. А то в прошлый раз бронентранспортер трое суток кружил и вернулся опять с ними. А сержант Мазуриков, посланный сопровожающим, доложил, что нарвались на засаду, что он ранен. Ему срочно требуется врач Венеровов. И не надо меня обманывать. А то переодели в солдатскую форму. А когда на медосмотре я увидел у них грудь и стали выверящиеся мышцы. И я поверил, пока не увидел ягодицы. И запомните, солдат обязан дорожить жизнью прапорщика. А то я вчера в речку упал, а когда кричал «Спасите», кто-то вместо спасательного средства бросил гранату. Хорошо, меня взрывной волной выбросило на берег. А потом меня уверяли, что кто-то рыбу глушил. Я что, похож на судака? Кто сказал нам? Правильно, на мужественного защитника Родины. Таким, надеюсь, и вы будете к концу службы. Все, вольно, разойтись. Я пошел в поликлинику, они сказали, что с моим здоровьем надо сразу на кладбище. Не, Люсь, они проверяли. Эргент показал, что меня вообще нет. Ну, они его включили, когда я еще не разделся. И диагноз написали «невидимка». Пошел к хирургу, говорю, мое тело невидимо. Он посмотрел и говорит, вы когда в последний раз ели? Я говорю, утром. Он говорит, утром какого года? Я говорю, этого. Он говорит, странно, позвоночник прощупает сквозь живот. Я говорю, доктор, вы же себя щупаете. Он говорит, не спорьте, вытяните руки. Я вытянул, он говорит, почему их три? Я говорю, доктор, это мой нос. Он говорит, понятно, я написал диагноз «слон». Я пошел к терапевту, она говорит, на что жалуетесь? Я говорю, я слон. Она говорит, а я Иванова. Я говорю, хирург сказал, что я слон. Она говорит, а не надо к нему ходить, пока он не обхмелится. Приложил к груди стетоскоп и говорит, дышите, не дышите. Я не дышу, а она, кажется, заснула. Проснулся, когда я уже посинял. Говорит, извините, у нас зарплата маленькая. Я под весненой работаю. Я говорю, доктор, ну я буду жить. Она говорит, если у вас зарплата такая же, как у меня, то вряд ли. Пошел к окулисту, она говорит, раздевайтесь. Я говорю, зачем? Она говорит, потому что окулист заболел, я патологоанатом. Я говорю, ну у вас же разные профессии. Она говорит, ну и что, у нас взаимовыручка. Потом он будет проверять зрение у покойников и выписывать им очки. Я лишь чуть не лихнулся. Пошел к психиатру, он взял молоток и говорит, положите ногу на ногу. Я говорю, левую на правую или правую на правую? Он говорит, левую на левую. Я попробовал положить, со стула упал. Я говорю, понятно, вы припадочный. Я говорю, а что вы мне посоветоваете? Он говорит, держаться от меня подальше. Пошел к стоматологу, он говорит, откройте рот. Я отклю, он говорит, у вас же ни одного зуба нет. Я говорю, доктор, вы же лук смотрите. Он говорит, извините, я очки дома забыл. Но я могу и на ощупь что-нибудь вырвать. У вас сколько зубов? Я говорю, не считал. Он говорит, сейчас на один будет меньше. Плюс у меня зубы от страха сами чуть не выскочили. Я говорю, доктор, а никак нельзя договориться? Он говорит, можно, давайте 100 рублей, и я напишу, что лук проверил. А вы идите к ушному и за 200 проверьте зубы. Я говорю, а какой диагноз вы мне поставили? Он говорит, ушной кариес. Систь, петюши, три раза в день зубной пасты, блендомент. Если не поможет, будем удалять. Пошел к ушному, врачиха говорит шепотом, вы меня слышите? Я молчу. Она громче говорит, вы меня слышите? Я молчу. Она говорит, сестре, этот козел ничего не слышит. Выпиши ему слабительную, чтобы он сюда больше не ходил. Я говорю, я все слышу. Она говорит, а что же молчали? Я говорю, потому что молчание – знак согласия. Она говорит, если вы такой согласны, то вам нужен в кожный нейрологический диспансер. Я говорю, зачем диспансер? Я говорю, я хочу в санаторий. Она говорит, да кто ж вас возьмет, припалочного невидимку с сушным кариесом? Поэтому идите домой, я сразу на кладбище. Алло, Люся, так мне куда идти? Куда? Нет, я лучше пойду домой. Спасибо. Всегда на улицу подходит ко мне телегруппа и корреспондентша говорит, можно мы вас снимем, будто я спрашиваю, за кого вы будете голосовать, а вы говорите, конечно, за Кураедова. Я говорю, а кто это? Я не знаю. Она говорит, а мы вам за это 100 рублей. Я говорю, а Кураедова, я, конечно, знаю. Но я еще знаю его жену, тещу и племянников. Корреспондентша говорит, на что вы намекаете? Я говорю, я намекаю, за Кураедова 100, а за жилы 50. За тещу хотя бы рублей 20. Корреспондентша говорит, хорошо, скажете, что знаете его как хорошего семьянина и получите 110. А сейчас идите и делайте вид, что мы незнакомы. Ну, я иду, вид делаю, в небо смотрю и в стоп, как врежусь. У меня от этого фингал под глазом скачал. А оператор говорит, не волнуйся, я тебя с этого бокса снимать не буду. Я говорю, а с другого у меня зуба нет. Оператор говорит, а ты дырку, жвачка заткни. И дает изо рта свою. Я говорю, это не гигиенично. А оператор говорит, я ему жвачку свою не пожалел, а он выпендривается. Ну, я вытер жвачку от штаны. Ставил вместо зуба. Иду, а сам глазом косил, чтобы в стоп не врезаться. Корреспондентша говорит, что у вас с глазами, почему вы окосили? Я говорю, это от волнения. Она говорит, а почему шепеляете? Я говорю, это жвачка выскакивает. Оператор говорит, а ты ее крепче прилепи. Я говорю, как я ее прилеплю, если ты ей все соки сживал. Корреспондентша говорит, выплюньте жвачку и ставьте в дырку сигарету. Да не в меня, плюйте-то. Ну, вставил я между зубов сигарету. Корреспондентша говорит, отлично. Подходит ко мне с микрофоном и говорит, разрешите задать вам вопрос. Я говорю, да хоть два. Она говорит, за кого вы будете голосовать? Я говорю, конечно, за этого, как его. А фамилию забыл. Она говорит, ну за кого? Я говорю, ну за этого. Вы же сами мне его фамилию сказали. Она говорит, за Кураедова, что ли? Я говорю, во-во. И за его жену и тещу на общую сумму 110 рублей. Корреспондентша подмигивает мне и говорит, я вижу, вы шутите. Я говорю, конечно, шутю. Я за этого уткаедоваю и бесплатно проголосую. Потому что он семьянин хороший. У всех по одной семье, а у него две. Корреспондентша подмигивает уже двумя глазами и говорит, я вижу, вы шутите, а если честно? Я говорю, если честно, я вообще голосовать не пойду. Она говорит, почему? Я говорю, а потому что я всю жизнь за кого-то свой голос отдавал, а сам спецносом остался. Выплюнул сигарету и пошел, куда шел. Мы уже проверяли. В банк решил устроиться кассиром. Они говорят, надо проверить, а то вы вдруг чужое возьмете. Я говорю, а вдруг вы мое тяпнете. Они говорят, а у вас есть? Я говорю, а вдруг будет. Они говорят, вот когда будет, тогда и тяпнем. А сейчас идите к детектору. Ну, подсоединили ко мне провода, говорят, смотрите на нас. Я смотрю, а сзади них на столе бутылка. Тот, который за детектором спрашивает фамилию. Я говорю, Прохоров. Он говорит, детектор показывает, что вы говорите не то, что думаете. Я говорю, вы бутылку составила уберите, он будет показывать правильно. Убрали. Длинный спрашивает, изменяли вы когда-нибудь жене? Я говорю, нет. У маленького шея вытянулась длиннее, чем у длинного. Почему, спрашивает он. Я говорю, так я же холостой. Длинный говорит, а о чем вы думаете, когда видите красивую женщину? Я говорю, о мужчине. Маленький подозрительно спрашивает, а о ком? Я говорю, о том, кому она рога наставит. Маленький еще меньше стал. А Длинный меня взглядом спрашивает, за кого вы голосовали на выборах? Я говорю, за соседа. Длинный говорит, он что, депутат? Я говорю, нет, он алкоголик. И в тот день с дивана встать не мог. В детекторе что-то щелкнул и дым пошел. Который у детектора говорит, ну ты и скотина, прибор сломал. Я говорю, я не виноват, что он такой нервный. Ну, починили они Длинный и спрашивают, есть ли у вас недвижимость за границей? Я честно говорю, есть. Длинный с жадностью говорит, какая? Я говорю, могила у деда осталась. У Длинного глаза на лоб полезли. Он их рукой вниз и спрашивает, имеете ли вы связь с преступным миром? Я говорю, конечно, имею. Они говорят, с кем? Я говорю, да вот к вам пришел. У Длинного глаза на пол упали. Он их поднял, платочком оптера и начал вуз вставлять. А маленький говорит, странно, но самописец совсем ничего не пишет. Я говорю, боится тварь, правда, писать. Ну, Длинный наконец догадался, ставил глаза куда надо и говорит, брали вы к ним взятки? Я говорю, нет. Он говорит, почему? Я говорю, только потому что мне никто не давал. У Длинного зуба выскочили. Он их собрал в горточку, положил в карманы и спрашивал, в какой стране вы хотели бы жить? Я говорю, в Англии. Но для этого надо сначала много украсть в России. В Экторе бабахнул, что-то маленького на пол сбросило. А вот Длинного уши отскочили и стали под потолком летать. Верите ли вы кичит маленький спол, что Россия возродится? Я говорю, конечно. Лично меня давно уже подкашнивать и танец на соленые. Тут уши длинного в окно вылетели, маленький в щель под дверью прополз. А я отсоединил обуглющиеся провода и пошёл искать другую работу. Вот жизнь пошла. Вечером по улице спокойно не пройдёшь. Меня вчера остановили, которые говорят, ты кто по национальности? А сейчас угадай, как ответить. Я говорю, гуманоид. Они говорят, тогда летят отсюда нахрен. Дали пинка, и я полетел. Обидно. Говорю, жене есть на мою зарплату, можно есть, только на работу. А брат, может, мне не работать? Она говорит, лучше домой не возвращаться. А дома никакого порядка. Пошёл мусор, выносить, а жена дверь захлопнула и два часа спрашивала, кто там. Я говорю, я, она требовала паспортные данные. Я говорю, спроси, что-нибудь такое, что знаю только ты и я. Она говорит, как ты называл меня до свадьбы? Я говорю, дура, раз я его помню. Сын тоже. Показал дневник там одни двойки. Я говорю, за такие отметки убивать надо. Он говорит, что я тоже сам учительница сказал. Я пошёл в школу, отдал деньги на экскурсию, на ремонт, на подарки. А когда домой пришёл, узнал, что сын учится в другой. Обидно. Сосед пригласил, налил водки. Я выпил, говорю, а что за праздник-то? Он говорит, да вот купил бутылку и не знаю, поддельно или нет. Обидно. Решил на балконе цыплят держать. Купил маленьких, жёлтеньких. Жрут и не растут, а оказалось, канарейки. Обидно. На рынке попробовал ягоду. Он спросил, как она называется. Продавец говорит, волчья. Я говорю, она же ядовитая. Он говорит, давай деньги, я тебя спасу. Я отдал всё, чтобы он был. Он говорит, ты спасён от ягоды голубика. Обидно. Пошёл к зубному врачу, он зуб вырвал и говорит, 100 долларов. Я говорю, я не знал, что такие цены. Вставляй обратно. Он говорит, это будет стоить 200. Я говорю, если я не буду платить, он говорит, тогда вообще без денег. Без зубов останешься. Обидно. В аптеке говорю, у вас есть такое лекарство, чтобы выпил и успокоился. Они говорят, мышьяк. Я говорю, а если серьёзно? Они говорят, таблетка кремлёвская. Я говорю, а почему называется кремлёвская? Они говорят, потому что делается из крем для обуви. Обидно. Недавно нашёл свою детскую фотографию, я в пенельском галстике салют отдаю. Сын посмотрел, говорит, папа, ты замахнулся, чтобы кого-то ударить. Я говорю, я салют отдаю. Сын говорит, и хорошо брали? Дал мне жвачку, говорит, на, пожуй. Жена увидела, говорит, ты уже ужинаешь, это хорошо. Обидно. Пришёл домой раньше в комнате посторонний мужчина. Я ему табуретки по голове, а это электрик. Теперь в квартире темно, а в камере уголовники зовут, меня выключатель. Им смешно, а мне обидно. А ведь так хочется, чтобы на душе было радостно. Спасибо. Алло, Люся, это я. Я пришёл на избирательный участок, а за кого голосовать не знаю. Кто нравится? За Нинку, что ли? Кто, сволочь? Ну ладно, я тебе потом позвоню. Алло, Люся, это я. Тут старушка голосует, Зизюганова. Нормальная старушка, только не помнит, как её зовут. А дед помнит, но не знает, зачем сюда пришёл. Нет, Люся, я ещё не голосовал. Тут буфет, я купил пирожок, а в нём яблоки. И теперь, говорят, или будем считать, что ты агитировал за Явлинскую, или пусть тебя вырвет. Нет, Люся, пирожки должны были быть с мясом, но Жириновский всё мясо выковырял. Нет, сам не видел, женщина сказала. Нормальная женщина только голосует за Брежнева. Но она думает, что он ещё жив. Мне, Люся, народу много. Вот учитель пришёл, взял бюллетень, проверил ошибки, поставил пять и убежал. Но выборы же в школе он перепутал. А вот соседка наша зашла в кабинку, у него ходит. Заглянули, она бюзгальтер меряет. Купила и пришла померить, не знает, менять или нет. Нет, Люся, я не заглядывал. Точно не заглядывал, меня оттолкнули. А я говорю, не смотрел. Что там увидеть в щёлку-то? Ой, артист знаменитый пришёл. Ему бюллетень дали, а он на нём автограф поставил, забрал все цветы и ушёл. Ну, там на подоконнике стояли фикус, кактус. Ну, он же в сериалах снимается, поэтому не соображает ничего. Кто-то крикнул, убийца, он опять вернулся. И так три раза. А вот футболист у нас пришёл известный. Бросил бюллетень в урну и, представляешь, Люся, не попал с полсантиметра. Ну ладно, я тебе потом позвоню. Алё, Люся, это я. Не, не проголосовал, кто-то урну украл. Теперь охранники всех обыскивают. Меня? Нет, Люся, они почему-то только женщины. Наблюдатели есть, они наблюдают, как соседка бюзгальтер меряет. А иностранные наблюдатели русский язык учат. Выучили уже, ну, поехали, ещё по одной и на посошок. А вот наш руководитель районный со всей семьёй взял из детского дома. Нет, Люся, не детей, трёх воспитательниц. Две брюнетки, одна блондинка. Не, она самая умная. Вписала в бюллетень Стаса Михайлова и теперь думает, что её выберут. И все женщины сразу будут счастливые. А вот брюнетки тупые. Одна поставила в бюллетене крестик, другая нолик и стали в крестики нолики играть. Не, я ещё не голосовал. Тут один мужик агитирует. Говорит, что если выберут Прохорова, то у всех москвичей к 3000 году будет отдельная квартира. На всех одна. Можешь за него голосовать. Дурак. Ах, я дурак. Ну ладно, я тебе потом позвоню. Алло, Люся, это я. Да, проголосовал. Бросил бюллетень в урну, они сказали, что это урна для мусора. Нет, Люся, не для полицейских, просто для мусора. А то нашли, её какому-то олигарху носили голосовать. Конечно, нельзя, но он обещал туда не бюллетень, а деньги опустить. И ему сразу три урны принесли. Одну с нашего участка, вторую с соседнего, и третью с крематория. Ну какая разница, за кого он? Если я пришёл, значит, Люся выберут, кого надо. Ну ладно, я тебе потом позвоню. В тот день у Киселёва собрались гости, а по телевизору шла передача «Жди меня». И немолодая, симпатичная женщина вдруг сказала, я ищу Николая Ивановича Киселёва. Николая Иванович сдрогнула, а женщина продолжала, милый, если тебя сейчас видишь, отзовись. Не вижу, вырвался у Николая Ивановича. Гости переглянулись, а он смутился и сказал, у него, наверное, однофамилица, одноимённица. Тут в комнату вошла его жена и говорит, что тут? Киселёв говорит, не знаю, по-моему, это передача «В мире животных». А женщина на экране говорит, я сейчас покажу фотокарточку, где мы с Колей вместе. Киселёв говорит, не надо. Гости удивились, а Киселёв говорит, не надо ли вам пройти в другую комнату? Гости говорят, нам и здесь хорошо. А жена Киселёва вглядывается в экран и говорит, я плохо вижу, где мои очки? Киселёв встел на них, говорит, они на кухне, в холодильнике. А женщина на экране говорит, а помнишь, Коле, наш первый поцелуй? Киселёв покраснел и говорит, интересно, что сейчас по второй? Жена говорит, телевизор не водка, чтобы сразу по второй. Гости тоже говорят, не надо переключать, вдруг она ещё что-нибудь скажет. А женщина говорит, а помнишь нашу первую ночь? Тут Киселёв, чтобы заглушить телевизор, запел. Ночь была с лынями, вся трава в росе. Жена, ты что, рехнулся? Ты же последний раз спел на свадьбе, и то потому что много выпил. А женщина на экране говорит, а помнишь твою свадьбу? Я тогда была среди гостей, и ты сказал жене, что я твоя двоюродная сестра. Киселёв повернулся в кокну и закричал, смотрите, дом горит. Жена говорит, что ты сам сгорел, дай послушать. И услышал. И потом твоя жена тоже не догадывалась, когда ты говорил, что задерживался на работе, а задерживался у меня. Киселёв забегал по комнате и закричал, я забыл, у нас сегодня свет отключат. Жена говорит, я тебя сейчас самого отключу. А женщина говорит, если ты меня слышишь, приезжай, а мы тебя с сыном встретим. Тем более, что он похож на тебя, как две капли воды. Киселёв схватился за голову, а женщина говорит, а живу я по-прежнему в Волгограде. Но в Волгограде я никогда не был, закричал Киселёв. А гости сказали, что ты нервничаешь, это же однофамилица и одноименец. А жена вдруг вздохнула и сказала тихо, да, бывают такие мужчины, чьи глаза помнят всю жизнь. И пошла на кухню искать очки в холодильнике. Вчера только налил, только огурчик, взял звонок. Открыл дверь, там мужик с тайдом. Кричит, тогда мы пришли к вам. Тогда иди к другим. Вытолкнул его, только сел, опять звонок открыл, артистку голубь с комитом. И сразу в туалет чистить. А там бабушка. Артистка дверь дёргает, бабушка кричит, я ещё тут, а? Ну, она старенький, где не присядет, сразу засыпает. Я кричу, покиньте квартиру. А тут какая-то женщина, дверь-то открыта, влетает, орёт. Марья Ивановна продала свою квартиру за 5 миллионов. А могла взять с половиной. Я кричу, я ничего продавать не хочу. А тут другая, вломилась, орёт, вышла, застала, изжога, застала. Поможет таблетка Гастала. Я на округ, а там какой-то мужик перевернул в стиральную машину и стал её пилить. Я его отталкиваю, зову, помогите кто-нибудь. Откуда-то лысый весь белый появился, говорит, мистер профер вам поможет. Тот машину пилит, из неё льётся, мистер профер подтирает. Артистка голубь в туалет рвётся. Жена на кухню-машину спасать её не пускает, кричатая женщина, а не посудомойка. Жена в слёзы. А какая-то дамочка сует её дезодорант, и говорит, он работает в те моменты, которые для вас особенно важны. Другая ко мне пристала. Хэддэн Шордус вам поможет избавиться от перхоти. Я, к чему, и нет перхоти. Тонстопу уже мужик говорит, есть ли в животе шум и гам, принимай и провязай. А у самого пуза такое вздутое, чувствуется гам там у него такой огромный, что разнесёт кухню. Тут дед проснулся, спрашивает, в чём дело? А ему в ответ, там гам горячая сексуальная сила на долгие годы. Дед кричит, зачем мне сила, у меня пенсию побольше. Этот дундук уже распилил машину и вопит радостно. Колган, пусть машина служит долго вам. Жена в ванной закрылась, к ней ломится какой-то псих и кричит, думаете, это полотенце испорчено? Ариэй, это безупречно. Бабушка в туалете оборону держит, к ней тётку стучится. Кричит, фитолакс, ключ от всех запоров. Другая орёт, памперс, спокойной ночи, счастливые дни. Кот-барсик под шкафом дрожит от страха. Его ищут, кричат, фриски для стерилизованных кошек, а он-то не стерилизованный. Ему страшно. Какая-то бабонька, мне 30, появились первые морщинки. Дед орёт, а мне 90, у меня последние. Тут какой-то балбес с пивом меня толкнул, что я мордой в пол. Ко мне трое. Один кричит, фастом гель поможет от боли. Другой, ваши зубы идёт, я сейчас в опасности. А третий хмыль убил бы. Суёт мне в нос свою босую ногу со страшным ногтем. И вопит импузиам тройной удар по грибку. Ну, тут я уже не выдержал и проснулся. Всё, давай, говорит, мы из тебя звезду сделаем. Я говорю, так я же ничего не умею. Он говорит, а ты думаешь, они умеют? Я говорю, за кулисами певца отвлеку, а когда фонограмма пойдёт, ты выскочишь на сцену и будешь рот открывать. Ну, так и сделали. Я выскочил, рот открываю, а фонограмма женская. Я люблю тебя, мой милый, потому что ты красивый. В кулисах какая-то женщина кричит, а мне что делать? Я рот разеваю, а фонограмма поёт. Не смогла я устоять, буду я перерожать. В зале телевидения опять к рукой машет, детская, не дрейфь. Ну, я эту песню как бы допел, а на фонограмме другая ещё круче. Возьми меня, я вся в огне, ты не забудешь обо мне? Руки у меня дрожат, морда от стыда красная. А фонограмма, будь она неладно, поёт. Мои губы будто вишни, поцелуй будет не лишний. Обними меня за грудь, ещё за что-нибудь. Ну, дорозевал я рот до конца, песню убежал, а в зале овация. Кричат, браво. Меня опять на сцену выталкивают. Я ножкой шаркаю, кланяюсь, а тут какие-то мужики с цветами полезли. Я говорю, это кому? Они говорят, это тебе, мой милый. Мы от тебя без ума. Я говорю, я тоже без мозгов, это Петька, всё. Они говорят, не надо Петьки, ты самый лучший. Я вырвался от них из-за кулис, а там журналисты налетели как мухи. Спрашивают, какая у вас машина? Я говорю, Зингер, от бабушки осталось. Ваш любимый цвет? Я говорю, любой. Они говорят, понятно, голубой. А ваши любимые блюда? Я говорю, водка, то есть это картошка. Еле от них отбился. А тут продюсер хватит меня за руку. Говорит, пять тысяч долларов за концерт вас устроит. Я говорю, что какие ещё пять? Он говорит, ну хорошо, десять, но выступать в стрингах. Я говорю, что вы можете представить меня в стрингах? Он говорит, конечно. А на корпоративах можно и без них. Вы ноги бреете? Я говорю, что я усыто не всегда брею. Он говорит, ладно, если не хотите брить, тогда можно в колготках. А журналисты вьются вокруг, фотографируют. Я подставляю лицо, они норовят наоборот. Вывалились мы всей толпой на улицу, а у подъезда лимузин, такой длинный, будто километр. Затолкали меня в него, а там старичок. На руке перстень, больше его башки. Говорит, я ваш поклонник. И цап меня за коленку. А она у меня болит. Я ей накануне ударился. Шёл по улице, смотрел два столба, хотел между ними пройти. А это у меня в глазах двоелось. А он меня за коленку. Я как зарул, ой! Он какой-то страстный. И опять за коленку. Но я непроизвольно ему и умазал. А уж кто мне, я и не помню. Очнулся, дождь идёт. Встал на карачке, посмотрел, выложил на своё отражение. Ну точно, звезда. Точнее, луна. Потому что морда вся синяя и опухшая. Вот так. А если бы не больная коленка, был бы сейчас звездой. И катался бы в лимузине, как сыр в деревне. То есть, как сыр в масле. Вчера на рынок пошёл. Ну что, мне картошку получше дали. Говорю, нас в передачу розыгрыш снимают. Продавец сразу бросил всё. Говорит, можешь жене привет передать? Женщина рядом стояла. Говорит, ты лучше жене деньги передай. Привет себе оставь. Народ тоже заволновался. Какой-то любопытный спрашивает. Где камера? Старичок говорит, твоя в бутырке. Старушка вперёд пробилась. Говорит, я, пожалуйста, хочу. У меня крыша текёт. Старичок говорит, потому что она у тебя поехала. Девчонка какая-то скинулась, а всё кричит. Есть, у меня сейчас видит Дима Билан. Женщина говорит, то он уйдёт от страха. Мужик кричит, что вы всё опусти, как надо говорить о главном, о водке. Раньше выпьешь 100 грамм, утром голова свежая, сейчас выпьешь бутылку, болит. Интеллигент кричит, надо объявить пьянство убой. Мужик говорит, тогда считай, что ты уже убитый. Женщина в сердцах восклицает, господи, где же можно увидеть непьющего мужчину? Старушка говорит, во сне. Толстуха двумя сумками продуктов вопит, что мне сделать, чтобы похудеть? Старичок говорит, рот заклеить. Откуда ты поп, растрига, появился, орёт? Отпускаю грехи всем, кто со мной согрешит. Старушка сразу говорит, я согласна. Грешна батюшка со старику своему один раз изменила. Он ей грех, что один. Грехоск какая-то кричит, мама, я доехала хорошо, учусь в институте, стипендию клиента платить регулярно. Интеллигент не сдаётся, кричит, надо объяснить людям, куда ведёт чрезмерное потребление пива. Старичок говорит, как куда, в туалет? Дядька нервный кричит, почему я должен платить за лифт, я здесь живу на первом этаже? Толстуха говорит, а кто тебе мешает туда-сюда кататься? Женщина кричит, предлагаю чиновников бить рублём. Мужик говорит, правильно, на рубль привязывают к дубине. Кто-то кричит, почему у депутатов отпуск 45 дней? Старичок говорит, ну чем меньше они работают, тем лучше для народа. Интеллигент орёт, мы должны помнить о своём высоком предназначении. Женщина говорит, при твоей низкой зарплате лучше вообще обо всём забыть. Какой-то парень кричит, есть ли Кутузовский проспект, назван в честь Кутузова, Ломоносовский в честь Ломоносова, в честь кого в Москве названа Криворожская улица? Старучка говорит, в честь тебя. О, не, а в честь тебя тогда скотопрогонный проезд. Ну, я вижу, что шутка принимает опасный характер. Я кричу, успокойтесь, я пошутил. Мужик говорит, я тебя сейчас самого успокою, и замахивается. Ну, я вижу, что дело пахнет травмопунктом, и ходу оттуда. Шутки с шутками, а люди сейчас такие нервные, что лучше молчать. Помню, отцу подарили коньяк Наполеон, я его выпил, а мне с него налил чай. А через две недели привел невесту знакомить. Ну, мать накрыла на стол, отец поставил две бутылки, водку и коньяк, и говорит, угощайтесь. Нам, говорит, по мужской водочке, а наши гости коньячок. Ну, выпили мы, и мать с отцом смотрит на невесту, а то опрокинул рюмку, и хоть бы что. Мать покраснела, говорит, и часто вы так пьете? Невеста, говорит, каждый день. Отец крякнул, говорит, удовольствие дорогое. Невеста, говорит, у нас деньги всегда найдутся. Я громко говорю, может быть, телевизор посмотрим. Отец, говорит, тут интереснее, чем в телевизоре. И наливает невесте еще. Она берет, наверное, пальчиками рюмку и говорит, вообще-то я с таких маленьких еще не пила. У матери со стола нож упал. Я говорю, мужик придет. Отец, говорит, уже пришел. А невеста выпила, говорит, я так боялась к вам идти, думал, не понравлюсь. Отец, говорит, что-то понравилось, вот только пьете, не много ли? Невеста, говорит, рюмка маленькая, если бы мне сразу налили кружку. Отец, говорит, конечно, пол моей зарплаты. Невеста, говорит, вы что так мало получаете? Отец, говорит, а вы? Невеста, говорит, достаточно, чтобы мы с мамой каждый вечер пили. Мать, достав нож, теперь уронила вилку. Я говорю, женщина придет. Отец, говорит, не дай бог. А невеста, говорит, у нас семейные традиции, собираемся вместе пьем. Только мы любим, что он был горячий. У матери тарелка упала. Я говорю, на счастье. Отец, говорит, оно уже здесь. Мать, говорит, и большая у вас семья. Невеста, говорит, еще бабушка и сестра. Отец от нас ушел, он пил много. Мой отец, говорит, а вы, значит, немного. Невеста, говорит, ну чашки две выпиваю. Он говорит, это же полбутылки. Невеста, говорит, ну что, главное, вечером ничего не есть. Мать, говорит, так вы и без закуски еще. Невеста, говорит, ну почему, у нас варенье. Отец, говорит, его хорошо с лимоном. Невеста, говорит, с лимоном у нас бабушка пьет. Восемьдесят лет, а пока не выпьет, спать не ложится. Тут отец встал, говорит, приятно было познакомиться. Невеста, говорит, и мне тоже, спасибо за чай. Какой чай, вскричал отец, и тут только все понял. Посмотрел на меня, волком, и я говорю, а что он стоит? И стоит полгода, я выпил, чтобы он не прокис. Ну, думаю, что я произнес это неубедительно. Может, под затыльник я все-таки получил. Потихоньку схожу с ума. В метро бегу по эскалатору вниз, сзади мужчина говорит, быстрее, я быстрее. Он говорит, еще быстрее, я еще быстрее. На платформу выскакиваем и в поезд. Он говорит, успели. Я говорю, ё, мне в другую сторону. Схожу с ума, сползаю. Жена говорит, ты за кого голосовал-то? Я говорю, за тех, кто нас спасет. Она говорит, так кто нас спасет? Я говорю, Чип и Дэйл. Схожу с ума, чокаюсь. Цыганка подходит, говорит, позолоти ручку. Я говорю, побумажить могу. Дал ей 10 рублей, показал ладони, говорю, кто я? Она говорит, дурак ты. Кто сейчас за такие деньги правду скажет? Я говорю, тогда хоть наври. Она говорит, оброню сейчас еще дороже стоит. Схожу с ума, сбегаю. Стал с тараканами бороться. Поймал одного, его морду набил, отпустил. Иди, говорит, другим расскажи. Не знаю, кому он рассказал, только вечером меня на улице остановили, трое поколотили. Схожу с ума, спячиваю. Опоздал он на работу, начальник говорит, почему опаздываете? Я говорю, старушку через дорогу переводил. Он говорит, у нас в городе нет таких широких улиц, чтобы сейчас идти. Я говорю, так я ее вдоль вел. Схожу с ума, пришел к приятелю, выпили, он заснул. А его жена говорит, мне наконец-то мы одни. Я говорю, не понимаю. Она говорит, я дарю вам себя. Я говорю, у меня день рождения только через полгода. Схожу с ума, пошел к психиатру. Говорю, только вы не беспокойтесь, я не Наполеон. Он говорит, конечно, ведь Наполеон я. А ты будешь Кутузов. Я говорю, только у Кутузова одного глаза не было. Он за этим дело не станет. И полчаса за мной гонялся. Схожу с ума, орехаюсь. Пошел к экстрасенсу, говорит, надо проверить биополе вашего тела, раздевайтесь. Я разделся, он взял вещь, вышел из комнаты и не вернулся. Я опрознал полчаса, выхожу в трусах из подъезда. Спрашиваю дворник, а где экстрасенс из этой квартиры? Дворник говорит, какой еще экстрасенс? Это дом на сносство, всякое жилье и ошивается. Схожу с ума. Решил покончить жизнь самоубийством, вышел вечером на улицу. Смотри, две фары приближаются. Шагнул вперед, это два мотоцикла. Пронеслись с двух сторон мимо, я стою живой. И на душе вдруг сделалось так весело. Так весело. Как, наверное, бывает только у сумасшедших. У всех соседей, как соседей. А у меня за стеной женщина кричит, фу, на место. Я думал, она собачка, а она мужем. Сама села на диету и его посадила. А зачем ему диету, если его ветром сносит? Когда он по улице идет. Недавно ветер был, а к соседке на балкон занесло. Соседи. На восьмом режиссер сериала снимает, поэтому не соображает ничего. В день со мной 20 раз здоровается. Я ему говорю, что вы меня не узнаете, что ли? Он говорит, почему узнаю? Ну, думаю, что вас много. Жена у него топ-модель, худая, как прутик. Как он ее в квартире находит. Я с ней в лифте ехал, она мне на восьмой. Я оглядываюсь, никого нет. Не испугался, спрашиваю, вы где? Она говорит, у вас за спиной. Этажом ниже спортсмен. Привез в соревнование золотую медаль, а то, что там ее до сих пор ищут, никого не волнует. Соседи. Седьмой супруги серебряную свадьбу справили. А то, что он эти 25 лет в тюрьме просидел, все молчат. Не советую жене, сам счастлива прожить еще 30. А это Фифа с третьего. Спрашиваю, муж это где? Она говорит, он в командировке, нефть ищет. Я говорю, он ее уже нашел, она в соседней башне живет. И зовут эту дневку Нонна Петровна. Соседи. На пятом милиционер в ГАИ работает. Напился недавно, стал лица всех проверять. Где аптечка, почему ремень не пристегнут. За час набрал больше, чем профессор за месяц зарабатывает. И главный в форме стоял. Спортивные трусы, майка. В руке жезл. На шестом мужик, все тещи ненавидят. Он свое так любит, так любит, что у них скоро второй ребенок будет. Соседи. На втором этаже интенсал он устроили. А участковый говорит, что лично каждый день туда заходит и ничего подозрительного не замечает. На седьмом прохиндей. Записал свое имущество на жену и тещу. Судебные исполнители пришли описывать, а он говорит, это не мое. Они ушли, а жена и теща говорят, это не твое, и пинка ему. Соседи. В двенадцатый студент, хакер. Перевел из какого-то банка на свой счет сто тысяч и сказал, что теперь такая стипендия. Дед поверил, в этом году хочет в МГУ поступать. Хотя кончил 50 лет назад. Соседи на двенадцатом, певец. Без фонограммы здрасте не скажет. Машину у него угнали, он в милицию, а там говорят, мы теперь тоже под фонограмму работаем. Включили магнитофон с записью подъезжающей машины, говорят, слышите, нашли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Они их шутили, а он в обморок. Соседи. В двадцатой квартире знахарь. Лечит всех травами, и все говорят, что им помогает. Потому что он травы настаивает на водке и прописывает, пить три раза в день по стакану. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мужик даже в поликлинику не ходит. Его жена лечит наложением руки. Как у него что заболит, она ему руку накладывает. Только при этом сильно размахивается. СМЕХ У него глаз подбит, на лбу шишка. Но как только жена к нему приближается, он кричит, что чувствует себя хорошо. СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А хромает, потому что пританцовывает от счастья. СМЕХ Вот такие у меня соседи. И если бы не я, ни одного порядочного человека в доме не было бы. АПЛОДИСМЕНТЫ По телефону позвонили Виктор Михайловичу. Я говорю, я. Виктор Михайлович, это из газеты. Я говорю, я. Не слышат козёл. Виктор Михайлович, это из газеты. Не могли бы вы ответить? Я говорю, кто? Старый хрич, совсем оглох. Виктор Михайлович, мы вас так любим, не могли бы вы ответить на один вопрос? Я говорю, да-да, я слушаю. Виктор Михайлович, что вы думаете о современной культуре? Я говорю, я слушаю. Глухой кретин. У меня уже мозоль на языке. Виктор Михайлович, мы хотим узнать, как вы оцениваете состояние современной культуры. Я говорю, какой дом культуры? Ну, блин, его убить мало. Виктор Михайлович, мы опрашиваем известных людей. Я говорю, у меня нет идей. Сволочь глухая. Кому твои идеи нужны? Мы спрашиваем ваше мнение. Я говорю, какое имение? Я в квартире жил двухкомнатной. Чтоб ты в ней помер, гад. Виктор Михайлович, мы спрашиваем ваше мнение о современной культуре. Вы слышите? Я говорю, а почему обратились ко мне? Ну, блин, чтоб ты. Мы опрашиваем и других уважаемых людей. Я говорю, повторите, пожалуйста, последнее слово. Это у меня послышалось. Что вам послышалось? Я говорю, музей. Музей надо открыть современного искусства. Спасибо, Виктор Михайлович. И последнее. Нам нужна ваша фотография. Я говорю, я согласен, порнография это плохо. Ну, козел. Фотография ваша нужна. Я говорю, все раздал, остались только где я некрасивый. Кретин, он думает, что на других он красивый. Виктор Михайлович, не беспокойтесь, есть что мы подправим. Курьеры посылаем к вам прямо сейчас. Скажите адрес. Я говорю, пишите. Псих больница номер один. А вот для козлов, сволочей и глухих кретинов. Трубки раздались, короткие гудки. Спасибо. Переключаю с канала на канал, ничего не понимаю. Кто хочет стать Максимом Галкиным? Это что, маленьким, худеньким и в очках? Они бы еще сделали, кто хочет стать цикало. Телевидение. Новости с Олимпиады передавали наши, мало взяли золото. Если спортсмены мало взяли там, значит, кто-то много взял здесь. Вот и показали бы кто. Телевидение. Контрольная закупка. Раньше крем для обуви, теперь то же самое, но тушь для ресниц. Они говорят, если вы не увидели результаты, через 14 дней можете поменять. 14 дней. У соседки на второй день глаза закрылись. Контрольная закупка. Учат. Требуйте сертификацию в магазине. Я потребую. Мне бюллетень дали в поликлинике. На 10 дней. Телевидение. Прогноз погоды. Дед с утра до вечера смотрит, а запомнить не может. Потому что там эти фифочки, красулечки. А если хотите, чтобы народ погоду запоминал, наберите тех, кто страшнее войны. Смотрит человек на экране, видит жуткого мужика и вспоминает погоду на всю жизнь. Спросит его перед смертью. Какая погода была 30 лет назад? Скажет, 5 градусов тепла и умрет счастливый. В телевидении. В новостях футбольный счет скажут, а потом матч показывают. Это все равно, что на свадьбе жениху сказать, на какой минуте джина Мураган оставит. В телевидении. Спят усталые игрушки, книжки спят. Может, на российском канале и спят, а на ТНТ в это время постельная сцена. В телевидении. Давай поженимся. Как они поженятся? Если она хочет, чтобы он носил ее на руках, а он больше 100 грамм не поднимает. Телевидение. Тайны у них. В Лохнецком озере видели, что-то плавает. Да у нас во многих реках что-то плавает, никакой тайны. Все знают, что это канализация так работает. Телевидение. Доктор Малахов сказал, при ушибе надо прикладывать что-нибудь металлическое. Можно утюг. А не сказал, что холодный. У соседки муж упал, а она ему приложила утюг горячий. Он врывается, она не дает, утюг сжет. Но муж и сказал, где у него заначка заначена. А эти жесткие игры. Надо было ехать черти куда, чтобы в грязи испачкаться. Отъехали бы от Москвы несколько километров, сошли бы с электрички. Тут тебе грудью в грязь, и кулаком в морду. И бег с препятствиями, когда за тобой собаки погонятся. А это реклама. Идет фильм. Штили с женой встречается. Сидят, молчат. Самые напряженные сцены. И вдруг простомол просто будет мужчиной. Как он будет, если за ним мюрин следит? В телевидении. В передаче «Пусть говорят», ведущий так быстро говорит, что не соображает, что говорит. Спрашивает, как вы узнали, что вы родились? Мужик говорит, я увидел свет в конце туннеля. А юмористы. Кривое зеркало, большая разница. Пародируют сами себя и смеются. Ты спародируй лидера тамбовской группировки. Зеркало сразу преснет. А у разницы диареи начнется. Поэтому, товарищи, если хотите увидеть что-нибудь интересное, смотрите в окно. Николай Иванович приехал в Москву к дочери погостить. Встретили его хорошо. А утром, когда все ушли на работу, вдруг зазвонил телефон. Николай Иванович взял трубку и слышал. Добрый день, напоминаем, что вам необходимо погасить задолженность за услуги телефонной связи. Сейчас никого нет дома, сказал Николай Иванович. Один я тут. Хотел положить трубку и слышал. Добрый день. Да уж здорово ли, сказал Николай Иванович. Напоминаем, что вам необходимо. Да что напоминать-то не выдержал, Николай Иванович. Если сам себе с утра напоминаешь, то денег нет. Ты лучше Абрамовичу позвони. Добрый день, сказали в трубке. Напоминаем. Про Абрамовича-то я зря подумал Николай Иванович. Может, эта телефонная сеть ему и принадлежит. Про Абрамовича, сказал Николай Иванович. А для премьера Абрамовича-то мужик толковый. Быстро всех обобрал. Фу. Так меня еще спасает. Испугался он. И сказал. Меня зовут Аннуль Борисович. Приехал я из Верхнего Волочка и сегодня уезжаю обратно в Верхний Воронеж. Добрый день, сказал Магнитолу. Он не верит, понял Николай Иванович. И сказал. Я вообще сейчас не у себя, я у соседа. Мы чай пьем. Добрый день, сказали в трубке. Насчет чая нескладно получилось, понял Николай Иванович. Два мужика и чай. Ну, взяли еще бутылочку, сказал он. Я торопила от своей глупости. На телефон денег нет, а на бутылку есть? Так этот запишет в трубку. День рождения у соседа. Сто лет ему. Вот мы наскребли последний. Взяли бутылочку воды. Добрый день, сказали в трубке. Напоминаю. Про воду не поверил, понял Николай Иванович. И быстро добавил. Взяли бутылочку воды, а выпитый я с собой сегодня самогон привез. Сказал он взмок. Подумает, самогоном торгую. Арестует еще. Добрый день, сказали в трубке. Повторяет одно и то же, понял Николай Иванович. Наверное, думает, что мы уже пьяные и не соображаем ни хрена. Я закричал в трубку. Да у меня они в одном глазу, я вообще могу литр выпить. Не испугался, еще больше закричал. Да я его 10 лет как в завязке. С тех пор, как в прошлом годе, да, слово не пить, уж неделю не пью. И вдруг каптоком его долбанул. Он узнал голос. Это был голос диктора телевидения. Вот оно как обернулось-то. Ах, ну Николай Иванович, пенсия у него, небось, маленькая. Вот подрабатывает. А я на него ору. Ему захотелось сказать что-нибудь ободряющее. Он сказал, а мы с Натальей всегда любили вас смотреть. А сейчас-то один остался я. Вот к дочке приехал. Добрый день, раздалось в трубке. И Николай Иванович уловил в голосе сочувствие. Напоминаем, что вам необходимо погасить задолженность. Старик мысленно пересчитал свои деньги и сказал, ладно, не беспокойся, погашу я ее. Положил трубку, спохсотился, что не спросил, как это сделать. Подождал нового звонка, аппарат молчал. Вот, понял Николай Иванович, поговорил с человеком по-человечески, успокоились. С людьми-то по-доброму надо, повнимательней. Время сейчас ревнивает, дура. Где ты был? Я говорю, на собрании. А я и вправду был на собрании. А она, скажи правду, и я отстану. Я говорю, ну хорошо, я был в ресторане. Она говорит, со своей любовницей? У меня нет любовницы. Она говорит, скажи правду, а то хуже будет и замахивается. Я говорю, да, с ней. Она говорит, как ее зовут? Я говорю, не знаю. Она говорит, скажи лучше по-хорошему, берет сковородку. Я говорю, Лена. Она говорит, блондинка? Я говорю, нет у меня никакой Лены. Она говорит, если сейчас не скажешь правду, я сейчас позвоню маме. Я говорю, да, блондинка. Жанна, я так и знал, потому что ночью мне сжало приснилось. Я говорю, а мне бегемот. Жанна, она что, такая толстая? Я говорю, с чего ты взяла? Она говорит, ты там только что сказала. Отвечай, давно ты ее знаешь? Я говорю, кого? Она говорит, своего бегемота. Я говорю, я никого не знаю. Она говорит, если ты скажешь правду, или больше меня не увидишь. И идет к окну. А мы на 10 этаже. Я говорю, я ее знаю всего два дня. Где вы познакомились? Я говорю, в театре. Жанна говорит, значит, ты без меня в театре ходишь, а я как дурдом сижу. Я говорю, про театр у меня случайно вырвалось. С таким же успехом я мог сказать, что и цирк. Она говорит, я сейчас цирк дома устроил. Чем ты ее угощал? Я говорю, как я мог ее чем-то угощать, если никого не было? Жена шагнула к окну. Я говорю, пили шампанское? Она говорит, а потом? Я говорю, все. Жена поискала взглядом и осталась на утюге. Я говорю, правда, все? Она говорит, не бойся, если скажешь правду, тебе ничего не будет. Я говорю, поехали к ней. Жена говорит, дальше Квазимода. Я говорю, во-первых, не Квазимода, а Казанова. А во-вторых, все. Жена говорит, или ты сейчас скажешь правду, или вообще никогда говорить не сможешь. Я говорю, поднялись к ней в квартиру. Жена говорит, сколько комнат? Я говорю, три. Жена говорит, сволочь, а у нас две? На жилплощадь потянуло. Сколько ей лет? Я говорю, лет сто. Жена говорит, я про любовницу спрашиваю, а не про квартиру. Я говорю, пойми, нет никакой любовницы. Она опять замахнулась. Я быстро говорю, 30. Жена говорит, какое у нее белье? Я говорю, ну это уж слишком. Она говорит, отвечай. Я говорю, пойми, не было никакого белья. Она говорит, голый что ли? Я говорю, что я был на собрании. У нас решался важный вопрос. Жена подняла сковородку. Говорит, и ты его решил? Я говорю, на что ты намекаешь? Она говорит, на это. Я говорю, нет. Она говорит, не смог что ли? Я говорю, пойми, я был на собрании. Можешь спросить у Нефедова. Жена говорит, с Нефедовым пусть его жена разбирается. А ты отвечай, да или нет? Я говорю, пойми, ты меня вынуждаешь. Она говорит, ты тебя вынуждай по бабам шляться. Если скажешь правду, ничего не будет. Я говорю, что ну тут пришел ее муж. Жена говорит, так, я и знал, ты только всегда не вовремя приходишь. Я говорю, что ты имеешь в виду? Она говорит, не отвлекайся, он тебя бил? Я говорю, ну пойми, это глупый разговор. Жена говорит, конечно. У меня в чужую постель забраться. Покажи синяки. Я говорю, у меня нет синяков. Она кричит, почему? Я говорю, потому что я под кровать спрятался. А когда он пошел в туалет, убежал. Жена говорит, теперь ты понимаешь, какая ты сволочь? Я говорю, да. Жена говорит, на первый раз прощаю. Но если еще раз узнаю, убью. Ну я знаю, что сейчас вместо водки можно чего угодно купить. Но что-то такое принес домой и открыл, а тут старик Хатабыч. Говорит, злой колдун, абль-фабль-газ, обманом заточил меня в бутылку. Я говорю, а выпить он не заточил? Хатабыч говорит, сейчас сделаем. Вырвал из бороды волосок, сказал, тряхте бедох-теох, бац, и на столе кувшин. Я говорю, наливай. Он налил, я выпил этот кумыс. Говорит, ты что, басурман, меня отравить хочешь? Говорит, о, повелите, этот лечебный напиток пил сам султан Салям Алямбей. Я говорю, вот он и помер. Хатабыч говорит, только это 3000 лет назад было. Я говорю, это уже детали. Давай, я говорю, бутылку столичную. Только он хотел волосок вырвать. Я говорю, и лучше ящик, чтобы два раза тебя не гонять. Ну, дернул волосок, побухтел, ящик на стол, хрест. Выпили мы с Хатабычем по стакану. Я говорю, давай теперь документы и одежду. Зато с твоей внешностью тебя в КПЗ посадят. А это хуже, чем в бутылке. Ну, старик дернул, вякнул, гляжусь, сидит уже в майке, в джинсах, на ногах кроссовки. Все как у меня, только вид, будто из сумасшедшего дома. Дал ему паспорт жены для образца, объяснил, что исправить. Он дернул, вякнул, в руке у него паспорт. Вот на фотографии, он в майке о фамилии Прохоров Лена Васильевна. И тут меня осенило. Достал я десятидолларовую бумажку, ну-ка, говорю, рви. Он взял и порвал ее. Я говорю, ты что, фонарел, волос надо было рвать. Теперь восстанавливаю ее и сделаю мне тысячу таких бумажек. Ну, пьяный Хаттабыч долго бороду найти не мог. Все, рука у него слева, справа. Я сам его кулак выдрал. Бухти, говорю. А он старый пень стал про детство рассказывать, как он там в Древнем Востоке в песочек играл. Я говорю, батя, слушай меня, вот кулак твой. Ты помнишь этот свой билиберду? Он говорит, Толя Кибин, я все помню, давай выпьем и пойдем аблифаблюгаду морду бить. Ну, думаю, мудрец с одного стакана забурел. Вот что говорю, ты ложись спать, я тебя на полу пустилю, чтобы удобно падать. А я сам что-нибудь ляпнул. Уложил Хаттабыч, говорю, трях, тебе дох, тебе ох, появись тысячи таких бумажек. Откуда ты с потолка пальчиком мне побалдел, как шибанет? И рассыпал с попу, как ковер. Теперь, думаю, надо машину. Трах, тебе дох, телох. Мерседес как по балкону шарахнет и вместе с ним в десятого этажа вниз. Хорошо, внизу никого не было, кроме соседей. Автомобили в дребезге, они только в затылках чешут. Ну, я из бороды еще надергал, осколки убрал, балкон восстановил, вдруг в дверь стучат. Стал я доллары собирать, гляжу, а у купюр-то у всех номер и серия одинаковые. Ой, думаю, если это милиция, посадят, как фальшив монетчика. Кинулся Хаттабычу спящего, а у него подбородок уже голый, как коленка. Стал я его лицо обшаривать, а дверь колотят, руки меня дрожат, Хаттабыч от шейкотика смеется. Наконец нашел я один волосок, выдернул тракте, бедок тёлк, что всё пропало, Хаттабыч, в бутылку. Открыл дверь, а там жена. Ты говоришь, что, закрылся, опять пьёшь? Я говорю, что ты взяла? Вот бутылка ещё не откубрена стоит. И вообще, если хочешь, я её могу выбросить. Взял бутылку, прошёл, гордо к мусоропроводу и туда её. Вернулся, думаю, жалко, конечно, Хаттабыча. Но кому он нужен без бороды-то? Недавно говорю своей собачке, всё-таки ты понимаешь, а сказать не можешь. Вдруг она говорит, могу. Я обалдела. Она говорит, что ты на меня уставилась? Ты на себя посмотри. Я глянул в зелу, говорю, почему у меня синяк? Она говорит, потому что ты вчера у милиционера хотел узнать, который час. Я говорю, что же в этом такого? Альма говорит, ничего, но ты его полчаса спрашивал. И обращался к нему, дорогая моя. Я говорю, а куда мы вчера ходили? Она говорит, ты меня гулять вывела, а со мной густолбиков поднимала. Я говорю, не помню. Она говорит, ты не помнишь, а соседский ротвиллер теперь заикается. А дворняжки, наоборот, за тобой вчера бегали, думали, что это их вожак. Я говорю, да ты сама дворняжка. Альма говорит, не хами, я в прошлой жизни была к ней гений. Я говорю, а кем был я? Она говорит, на конюшем я служил. Я говорю, конюхом. Она говорит, шариком. Я говорю, кстати, мне вчера никто не звонил. Она говорит, звонили из дурдома, спрашивали, почему не заходишь. Я говорю, а если серьезно? Альма говорит, серьезно. Тебя из собаки превратили в человека, а вчера кто-то крикнул, козел, ты обернулся. Я говорю, потому что я вежливый. Альма говорит, конечно, вежливый. Я говорю, вчера старушке через дорогу перевел, хотя ей нужно было в другую сторону. Я говорю, я думал в ту. А о чем ты думал, когда дал мне понюхать 10 рублей и сказал, ищи? Я говорю, я хотел пойти в театр. Альма говорит, театрал, ты бы хоть раз в церковь сходил. Я говорю, я дома молюсь. Она говорит, знаем мы твои молитвы. Господи, дай я похмелиться, а то умру. Я говорю, а вы кого мне еще просить? Жену попросил принести бутылку пива, ее же два года нет. Ну ничего, я себе другую найду. Альма говорит, ты найдешь. Вчера пригласил одну к себе, а когда она согласилась, сам убежал. Я говорю, мне показалось, что я думаю, утюг не выключил. Альма говорит, как ты мог его не выключить, если ты его ни разу в жизни не включал? Поодеваешься как. Люди глядят на тебя, думают, что это куча мусора идет. Я говорю, не преувеличивай. Она говорит, ну тогда кучка. Я говорю, между прочим, у меня высшее образование. Альма говорит, вспомнил. Ты бы еще вспомнил, как слово профессор пишется, а то вместо двух С написал два фея. Я говорю, кстати, ты не помнишь, у кого я вчера занимал? Она говорит, конечно, помню. Полчаса стояла у памятника Пушкина и обещала, что отдашь. Я говорю, а он? Альма говорит, а он сказал, что ты уже пять раз занимал и не отдаешь. Я говорю, он обознался. Альма говорит, это ты обознался. Вчера пришел участковый, а ты говоришь, товарищ генерал, войска для парада подстроены, не показываешь на меня. Я говорю, врешь. Она говорит, с рукой буду. Тут я звонил телефон. Я снял трубку, гордо говорит, человек слушает. Женский голос говорит, опять напился. тут я все понял, хотел прогнать Альму, а потом подумал, что с нее взять? Одно слово. Собака. Приятель сказал, что в кино на роль чиновника требуется артист. Но я пришел. Режиссер посмотрел на меня и говорит, вы себя в зеркало давно видели. Я говорю, а что? Он говорит, с вашей внешностью только бомжа играть. Я говорю, я буду стараться. Режиссер говорит, ну хорошо, допустим, вас спрашиваю, почему отключили отопление? Что вы ответите? Я говорю, сломалось что-то. Режиссер говорит, Мил, из вашей чиновника как из балахи шашлык. Я говорю, я буду стараться. Он говорит, ну хорошо, представьте, идете по улице, впереди старушка упала, что сделаете? Я говорю, подниму старушку. Режиссер говорит, зачем ее поднимать? Что она, кошелек? Вы должны ей объяснить, что сейчас все делается, чтобы пожилым людям было легче. Я говорю, я попробую. Режиссер говорит, теперь о главном. Я говорю, о любви. Режиссер говорит, с вашей внешностью можно говорить о любви только в сосиском. Я говорю, о взятках. Допустим, вам дают тысячу рублей. Что вы, покраснели-то? Я говорю, от удовольствия. Ничего не делаешь, а те деньги. Режиссер говорит, раз эти деньги люди миллионы берут. Я говорю, я и на тысячу согласен. Режиссер говорит, все, буду снимать про дурдом, приходите психо играть. Я говорю, почему психо? Он говорит, потому что вы чокнутый. Я говорю, я буду стараться. Режиссер говорит, ну хорошо, на заседаниях вам придется спать. Ну-ка, попробуйте. Я зажмурился. Режиссер говорит, это вы что, труп изобразили? Надо сделать вид, что вы думаете, а сами спите. Я говорю, ну ведь люди на них надеются. Он говорит, да вы совсем дурак. Им люди нужны, как вам тараканы. Я говорю, у меня дома есть. Режиссер говорит, все, буду снимать сказку, приходите козла играть. Я говорю, я буду стараться, о людях не думать. Режиссер говорит, ну хорошо. Допустим, горит лес, что вы будете делать? Я говорю, спать, пусть думать. Режиссер говорит, все, до свидания. Я говорю, почему? Он говорит, потому что из вас чиновник, как из дерьма орден. Если горит лес, вы должны быть ближе к воде. Я говорю, и шланга поливать? Режиссер говорит, из носа. Быть ближе к воде, а где ее много? В океане догадался я. Правильно, говорит режиссер, где-нибудь натаите, купаетесь, загораете. И никто не мешает вам думать о судьбах Родины. Понятно? Да, сказал я. А сейчас, говорю, все, идите домой и запомните. Кастинг на роль чиновника вы не прошли. А на роль сумасшедшего казала? В последнее время, замечая, стал с радио разговаривать. Они, если вы хотите совершить путешествие по Черноморскому побережью, я говорю, не хочу. Они, если у вас есть деньги, я говорю, теперь нету. Они, если вы хотите совместить удовольствие с выгодой, станьте дилером. Я говорю, может быть, сразу проституткой? Схожу с ума, сползаю. Вчера в метро еду, вдруг как здорово, почему мужчине с один управляет, его народ не выбирал. Все залуновались, стали выбирать совет поезда. Как оспорили, поезд доехал до конечной, покатил обратно, я вышел там, где входил. Схожу с ума, съезжаю. Вчера цыганка подходит, говорит, позывайте ручку. Я говорю, побумажить могу. Да, у нее 100 рублей, показал ладони, говорю, кто я? Она говорит, дурак ты. Кто, сейчас такие деньги правду скажет? Я говорю, тогда хоть наври. Она говорит, а вранье сейчас что дороже стоит? Схожу с ума, чокаюсь. жена говорит, ты за кого голосовал-то? Я говорю, за тех, кто нас спасет. Она говорит, а кто нас спасет? Я говорю, черепашки-ниндзя. Схожу с ума. У нас слушался заграничных песен. Недавно знакомлюсь с одним мужиком. Он говорит, Иван. Я говорю, один значит. А у нас в семье фри плюс собачка. Схожу с ума, спячиваю. Против тараканов средства нет. Я поймал одного и морду набил, отпустил. Иди, говорю, другим расскажи. Не знаю, кому он рассказал. А только вечером меня на улице остановили, трое поколотили. Вернулся домой, достав остатки из холодильника, отдал тараканам. Пошел на улицу, меня машина грязью обрызгала. Вернулся, говорю тараканам, что же вы делать, я же с вами гадами по-хорошему. Жена говорит, с кем ты там беседуешь? Я говорю, я по телефону. Она говорит, ааа, у самой трубка в руке. Схожу с ума, сдвигаюсь по фазе. Смотрел мексиканский фильм про богатых, плакал, почитал свои гроши, засмеялся. Взял паспорт, зачерпнул русский, написал мексиканец. Пошел в мексиканское посольство. Милиционер говорит, вы куда? Я говорю, к Мариане. Я знаю, где ее сын, это я. Конечно, она меня может не узнать, но пускай хоть денег даст. Милиционер говорит, тебя нами в роддэм подменили, потому что морда у тебя не мексиканская, а рязанская. Я говорю, я адаптировался. Кожа побелела от злости, глаза поглубили от наивности. Хожу с ума, сбегаю. Пошел к экстрасенсу, он говорит, надо проверить биополе вашего тела, раздевайтесь. Я разделся, он взял вещи, вышел из комнаты, не вернулся. Я прождал полчаса, выхожу в трусах из подъезда. Спрашиваю дворника, а где экстрасенс из этой квартиры? Дворник говорит, какой еще экстрасенс? Это дом на снос, тут всякое жилье и ошивается. Я говорю дворнику, дайте мне хоть какие-нибудь брюки. Он приносит из подвала какое-то рыванье, и говорит, 50 тысяч. Я говорю, цена рубль. Дворник говорит, у нас рыночные отношения, не нравится, не бери. Ну, учти, сейчас еще два экстрасенс придут, они с тебя последний трусы снимут. Я говорю, ну у меня же нет денег с собой. Он говорит, пиши расписку. Дал мне бумагу, ручку, я ему написал по-английски, сволочь ты из Купердяи. Он говорит, а почему по-иностранному пишешь? Я говорю, что-то ты в СКВ получил. Отдал ему бумажку, надел, рыванье, пошел. И такое у меня было впечатление, что иду я по улице к чертовой матери.